Проблемные дома в Наринмаре по улицам Южная и авиаторов вновь заставили жильцов встретиться с представителями власти. На этот раз причиной для общения стало недоверие граждан качеству проводимого обследования домов. В жилищных трудностях разбирался наш корреспондент. Такой дороги, как к нашему дому, нет никому. К нам такси не ездит уже третий год. Мы вот около помойки останавливаемся, и ни одно такси к дому не подъезжает. Потому что у нас нет дороги. У нас ее выгребли, разломали, выгребли, два КАМАЗа увезли, щебенки. И все, на этом все осталось. Алла Зорина, жительница дома по улице Южная, 47, о своих жилищных проблемах рассказывает со слезами на глазах. Расстраиваться женщине есть из-за чего. Уже четыре года к ее дому не может подъехать ни одна техника. Непроходимые дюны – это не единственная проблема, которая беспокоит жителей. Есть более опасные. Например, открытые канализационные люки. У нас два раза падала машина. У нас первая машина попала около подъезда нашего женщины, которая у нас живет в 10-й квартире. Они с машиной вместе туда ухнули. Второй раз у нас Саша Асташов вот здесь вместе с ребенком ехали. Попали вот здесь тоже в этот же люк. Ну вот, я бегала за трактором, чтобы его вытаскивали. А ребенка мы вытаскивали через переднее сидение. У нас не ремонтирован подъезд ни разу за время моего проживания с 95-го года. Ни разу. Никто не приходил, ничего не делал. Сами красим, сами ремонтируем. Крыша у нас вся протекает однозначно. Это как дождь идет у нас, тазики, ванночки. Это сплошняком, и это ничего уже, это никого уже не удивляет абсолютно. По словам женщины, жильцы дома уже неоднократно обращались в многочисленные инстанции. На руках есть даже письмо из Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАУ. В документе буквально говорится, 27 марта 2017 года все проблемы будут устранены. Но, как оказалось, к работе никто не приступал. Сегодняшняя встреча, надеется, жильцы поможет в срочном порядке провести ремонт дома. Чтобы попасть в первоочередной список капремонта, требуется качественное техническое обследование здания. Оно, кстати, уже началось. На эти цели в рамках сотрудничества между администрацией округа и Лукойлом выделено 12 миллионов рублей. Почему мы тут собрались? Дело в том, что сейчас обследования только идут на домах. Возникают многие вопросы у жителей. То есть жители звонят, интересуются, почему у них не были на доме, либо кто-то приходил, только сфотографировал. И чтобы данные обследования не были формальными, в любом случае, а конкретно позволили дом либо двинуть, либо исключить из программы, то как раз мы организовали такие встречи, чтобы жители могли задать свои вопросы непосредственно заказчику, подрядчику. И это все проходит под контролем Общерсийского народного фронта. По итогам встречи принято решение. Собственники помещений будут принимать активное участие в приемке работ по обследованию своих домов, которые выполняет ООО «Стройсервис». Предварительные результаты опубликуют на сайте Фонд содействия реформирования ЖКХ НАУ в сентябре 2017 года. В случае несогласия жителей с результатами возможно внесение отдельных поправок. Всего в этом году планируется обследовать 97 многоквартирных домов по всему округу. Попали в этот список и дома по улице авиаторов. Они введены в эксплуатацию в 2014 году застройщиком ООО «ВМ Инвест». Как оказалось, у новых домов, как и у старожилов жилищного фонда, немало проблем. На протяжении последних зим жители жаловались на сквозняки, низкие температуры в квартирах и покрытые инеем стены. Лично у меня вот этой зимой на полу было плюс 7. И шторки так внизу колыхались, развивались. Если бы вот самая угловая комната, у меня ребенок там спит, вообще ребенок не болеет, как бы, в этом году 7 раз. Я хочу сказать, что эта ситуация длится с самого того момента, когда мы поселились в эти дома. В какие инстанции мы только не обращались, хотя дом находится на гарантии, построен ООО «ВМ Инвест». И вот сейчас они тоже проводят обследование. Причем обследование проводится выборочно почему-то. Не снимается вот это вот покрытие, которым дом покрыт, да. Вот облицовка не снимается. С этой проблемой жители уже неоднократно обращались в госстройжилнадзор. В 2016 году было произведено повторное тепловое обследование. Результаты показали. Выполненные ранее работы ожидаемого результата не принесли. И теплозащитные свойства наружных стен не восстановлены. В 2017 году отчаявшиеся собственники квартир направляют письмо уже в адрес губернатора. Тогда было принято решение включить их в перечень обследуемых. И вот его предварительное заключение. То есть, представьте, если было нарушено проектное решение. Утепление у вас должно было быть стен 150. Но так как строители при утеплении стен сжали его очень сильно, получилось утепление 100. Как у нас известно, что утеплитель в сжатом состоянии у нас не работает. Он должен быть именно в том, в каком он расправлен. Это раз. Во-вторых, у вас дано заключение, нет утепления оконных и дверных блоков. То есть, должен быть стоять утепляющие прокладки, их тоже нет. Потом у вас нарушено по каркасу здания. У остальных каркасов должен быть термокаркас, который не дает промерзания именно металлической конструкции. Данное экспертное заключение будет передано администрации города для проведения претензионной работы застройщикам. ООО «ВМ-Инвест» несет гарантийные обязательства и обязана устранить строительные недостатки, выявленные в период эксплуатации домов, либо возместить понесенные затраты на их устранение. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».